Друзья, добрый день, рада вас приветствовать. Хотелось бы сообщить о том, что 27-28 мая 2021 года в Петербурге будет проходить телемедфорум, крупнейшее в России мероприятие по цифровизации здравоохранения. Друзья, добрый день, рада вас приветствовать. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Большое вам спасибо, что приехали к нам. Я думаю, что стоит поговорить о цифровизации медицины, о трендах, о том, как вы видите настоящее и будущее. Наверное, и прошлое тогда. И прошлое, да. Расскажите, пожалуйста, как бы вы охарактеризовали текущее состояние цифровизации медицины в России? Спасибо за вопрос. На самом деле здесь как раз, наверное, стоит суббить несколько шагов назад и как раз упомянуть о нашем прошлом. А на самом деле нужно сказать, что если мы берем еще советский период, то роботизация и алгоритмизация деятельности врачей – это был такой очень важный тренд. Он был принят и в высоких кабинетах, и на самом деле в рутинной практике. Потом на какой-то период вот эти подходы забылись, и сейчас мы видим явное возрождение интереса к этим наработкам. С чем это связано? В первую очередь мы понимаем, что, к сожалению, исторически вообще сфера здравоохранения, если мы берем в целом, конечно, критически недофинансирована в нашей стране. Причем это касается и первичного звена, это касается и каких-то прикладных разработок, это касается и поставок эксплуатации медицинского оборудования. То есть буквально во всех сегментах мы видим хроническую нехватку денег. Это первое. Второе, безусловно, вот все последние тренды, безусловно, пандемия, коронавирус оказал такое отрезвляющее воздействие и на лиц, принимающих решения, и в целом на общество в плане того, что что-то нужно с этим предпринимать. Очевидно, что со стрессовыми нагрузками, которых, вероятно, в будущем будет все больше и больше, в текущем виде наша система здравоохранения справиться не может. И это исключительно вопрос объема инвестиций, объема финансирования, который просто механически не увеличишь. Не может быть так, что сегодня 100 рублей, завтра 1000. Какие у нас есть подходы к тому, чтобы сделать нашу систему здравоохранения более стрессоустойчивой? Первое, разумеется, это оптимизировать первичное звено, провести какие-то организационные мероприятия, укропнение, разукрупнение и так далее, и так далее. Ну, наверное, это нужно делать, это стандартные менеджерские приемы, и это все правильно. Но очевидно, что этого не хватит. И очевидно, что такие подпытки уже предпринимались и в предыдущую декаду, и, в общем, они и так стоят в повестке, они не добавляют ничего нового. С другой стороны, очевидно, что как раз на фоне осознания того, что предыдущих упражнений, предыдущих мероприятий недостаточно, возникает некоторый явный интерес к цифровизации, вообще, я бы сказал, к автоматизации всего медицинского комплекса. То есть мы берем его целиком, начиная буквально от клинических исследований, заканчивая, работая с последним, конечным пациентом, больным. Вот, соответственно, я бы, если в двух словах говорить, как бы охарактеризовал текущее состояние, текущий интерес к цифровизации. Он, скажем так, появилось явное понимание, ярко выраженный тренд на внедрение перспективных разработок. И мы сейчас живем вот буквально в эпицентре этого тренда. Вот он сейчас сложился, он сейчас проявился, и он будет в ближайшие годы набирать обороты. Но при этом задел база, конечно, достаточно слабый. Мы можем выделить некоторые исключения, например, московское здравоохранение, которое, безусловно, передовое, даже по мировым меркам. Это здорово. Но Москва – это особый кейс, это бюджет, это крутые менеджеры. Если мы возьмем всю страну, возьмем даже другие крупные города, миллионники, мы видим просто противоположную сторону Луны, как говорят. Совершенно другое состояние. И очевидно, что база, она как бы недостаточна даже с точки зрения развернутой этой инфраструктуры, даже с точки зрения специалистов, которые готовы для новые разработки. Соответственно, ситуация такова. Явно выраженный интерес, осознание того, что цифровизировать медицину необходимо, а с другой стороны, очень слабая база, слабая инфраструктура. И, конечно, это вот такой дуализм, это такая довольно серьезная проблема для того, чтобы двигаться дальше. Я бы вот так, наверное, если кратко об этом сказал. Большое спасибо. Если поговорить уже о трендах, какие направления цифровой медицины вы считаете, что будут востребованы в течение ближайших 50 лет? И если на более долгосрочную перспективу... 50 или 50? 50. Про 50 я уже не скажу, потому что можно фантазировать. Я думаю, вы даже лучше меня нафантазируете. Но если говорить про какой-то обозримый период, такой short-term, как мы выражаемся, вы знаете, мы постоянно, как инвесторы, мы же инвесторы, мы много инвестируем как раз в цифровую медицину. Мы всегда пытаемся понять и уловить вот эти вот, может быть, нераспознаваемые сразу тренды. Ну вот что будет завтра? Конечно, я не готов сказать, что мы все эти тренды осознали, уловили, они очень противоречивы. На самом деле, вообще в венчурных инвестициях часто получается так, что ты сегодня думаешь, что ты наконец-то все понял, все правильно делаешь, а уже через год, через два картинка совсем иная. Причем во всех отраслях, далеко не только в медицине. Но если все-таки говорить про тренды, которые мы сейчас для себя чувствуем и понимаем, путем какой-то работы с реальными проектами, которые делают конечный продукт, ну и там, конечно, осмысляя какие-то отчеты, доклады и так далее, мы, наверное, видим 4-5 таких основных трендов. Первое, это, безусловно, то, что в общем здравоохранение переходит от лечения и сопровождения к скринингу и предотвращению. Это глобальный тренд. Сейчас все говорят о том, что лечить очень дорого, лечить сложно, нужно предотвратить. За счет чего? За счет разных методик мониторинга пациентов, в том числе мониторинга за счет наших гаджетов, за счет каких-то рекомендательных сервисов, в том числе диетических, в том числе ЗОЖ. В том числе фитнес, который как бы предотвращает болезнь. Это первый большой тренд. Кстати, здесь очень интересно, что вот мы, когда говорим про медицину, ну мы сразу представляем, да, там клинику, врачи в халатах, да. Но на самом деле сейчас медицина, это, наверное, что-то, что касается вот life science целиком. И в медицине, наверное, больше нутрологии, диетологии, то есть вещей, которые мы традиционно ассоциируем, например, со спортом. А сейчас это вот, если говорить про такую большую индустрию, это вот внутри медицины, на самом деле. То, как мы занимаемся спортом, то, как мы отдыхаем, то, как мы питаемся и так далее, и так далее. Это уже медицина. Это первый большой тренд. Второй большой тренд – это, безусловно, персонализация медицины. Об этом сейчас не говорит только ленивый, но если чуть-чуть разобраться, что такое персонализированная медицина? Ну, в первую очередь, это, конечно, медицина, основывающаяся на, прошу прощения, на бигдате. Не люблю этот термин, но действительно, бигдата у пациента – это то, что позволяет врачам делать рекомендации не в общем, основываясь на некоторой практике, на некоторых рекомендациях, а изучая именно ваше состояние, вашего организма, ваш трек, чем вы болели, как вы себя чувствуете. Причем собирая эти данные не только из вашей медицинской карты, но и из большого количества источников. Безусловно, одним из ключевых источников, которые раньше не были доступны и сейчас доступны, являются данные вашего генома. Сейчас секвенирование генома просто драматически подешевело. Десять лет назад оно стоило условно миллион долларов, сейчас стоит условно тысячу долларов. Сейчас доступно полногеномное секвенирование, в принципе, для любого человека. И те данные, которые, в принципе, раньше не принимали в расчет, но они были на уровне популяции, на уровне народа, Сейчас можно анализировать на уровне отдельного человека, анализировать вашу генетическую предрасположенность, вашу генетическую карту и на основе ваших генетических данных корректируя, уточняя ваш план лечения. За счет этого медицина действительно становится точной, она становится персонализированной, она становится индивидуальной. Уже даже сейчас, уже даже сегодня мы это видим и в России, и за рубежом, и в Европе. На самом деле проходятся большие... В принципе, в Европе сейчас можно сказать так, что реализовываются программы тотального скрининга, и собираются там полногеномные выборки по популяции, и уже назначается лечение, сопровождение больных на материалах, которые доступны любому лечебному учреждению, любому врачу. В принципе, в России такая же история происходит. Есть большой проект по созданию федеральной базы генетических данных. Это мощнейший проект, очень вовремя он действительно был запущен. Базируется он на инфраструктуре Курчатовского института, развернутой в стране опорные цены для секвенирования. То есть мы тоже туда идем, может быть, чуть-чуть медленно, но и страна у нас большая, все-таки не Бельгия. Но, тем не менее, мы уверены движемся к тому, чтобы секвенировать, по крайней мере, риск группы. Это второй тренд. Персонализация во многом на основе ранее недоступных геномных данных. Третий большой тренд – это, очевидно, роботизация. Что такое роботизация? Ну, все знают про робота Довинчи, который ассистирует, ну, даже не ассистирует, а, в принципе, инструмент для проведения операции. Я просто не так давно был на операции, где очень выдающийся хирург российский, один из мировых топовых хирургов, умеющих оперировать на Довинчи, провел операцию. Я, честно говоря, был потрясен, потому что, ну, что такое операционное? Да, это кровь, там внутренние органы летают во все стороны, да, стерильность, опять же, куча персонала. Ну, то есть все мы так или иначе это представляем, да, что это проходили, а как выглядит операция на медицинском роботе? Это, в принципе, проходная комната. Ну, я шучу, конечно, утрирую, но это вот условно вот такая же комната, мне нужна абсолютная стерильность, персонала там в пять раз меньше. По сути, там сидит человек, который отвечает, ну, анестезиолог, да, за анестезию, вот, есть там, конечно, один-два ассистента, сидит хирург, он держит в руках джойстики, ну, как вот буквально от видеоприставки, и даже, несмотря на пациента, оперирует. Честно говоря, это, ну, потрясает, ты понимаешь, что будущее, оно уже здесь, и роботизация, вот, начиная с ассистентов-хирургов и заканчивая, там, на уровне отдельных приборов. А почему это еще важно? Потому что, на самом деле, мы понимаем, что квалификация очень сильно падает, проблема квалификации и стоимостью труда – это колоссальная проблема, она проблема даже не столько для российских, как для развитых стран. Там, найти в США хорошего хирурга, пропереводится у хорошего хирурга – это, ну, невыполнимая задача, на самом деле. То есть, если у вас какая-то травма, там, у вас, не знаю, нога не так срослась, найти хорошего хирурга, травматолога – это, ну, в принципе, вы будете, там, бегать, там, по всей Америке, ездить, искать, что они дорогие, потому что они недоступны, потому что очередь. Ну, вот, и очевидно, что роботы, особенно коботы, да, роботы, взаимодействующие с человеком – это возможность сделать более квалифицированными врачей, как бы низкой квалификации. Понимаете, да? Это как бы не замещение врачей, это как бы дополнение врача, который еще не успел, молодой, только из ординатуры вышел, просто неопытный, ну, там, не такой талантливый. А кобот или робот дополняет его и позволяет ему делать довольно, ну, в общем, высокоточные, сложные очень процедуры, манипуляции. И это, на самом деле, если взять в целом, да, вот по всей, возьмем всю выборку операций или каких-то манипуляций с пациентами, резко повышает средний уровень всех качеств этих манипуляций. В общем, это такой большой третий тренд. И он, на самом деле, мы просто видим интересную разработку здесь, в России, хотя исторически в России, к сожалению, робототехника достаточно слабая, это еще советское наследие. Вот, мы никогда эту тему не прокачивали, но сейчас мы видим, что есть очень интересные коллективы, разработки, там, в периметре Академии науки, самостоятельные стартапы, коллективы. И это, там, вот, 100% тренд. Ну, и четвертый, наверное, такой большой тренд, да, я о нем уже кратко упомянул, это смещение в целом фокуса медицины, скажем, вернее так, в обличении в медицину совершенно разных сторон вашей жизни. То есть, современный человек, на самом деле, он всегда, как бы, себя лечит, исходя из того, как, ну, какие вы, там, пьете витамины. То есть, ну, понимаете, раньше этого не было, даже не то, что поколение назад, но 10-15 лет назад человек не так, он не так разбирался. Ну, пропишет, там, врач какие-нибудь, там, пробиотики, ну, попьем. А сейчас не так. Наша еда, наш график, наше расписание, там, кто-то занимается йогой, кто-то занимается пилатесом, кто-то занимается, там, силовыми. Но все это, как бы, внутри медицинского сектора, это все же стало медициной. То есть, медицина, это стало такой огромной частью жизни, которую можно сравнить, я не знаю, ну, как с досугом, да. Это очень важный тренд, то есть, очень важно, инвестируя в медицину, тем более, в цифровую, понимать, что это не только про, там, какой-нибудь, там, сервис, есть программное обеспечение, которое стоит на каком-нибудь роботе, который где-то там оперирует, нет. Это в том числе мобильные приложения, это в том числе системы сбора данных с вас, ваше ЭКГ мобильное, ваше, там, давление, еще какие-то данные. То есть, вот, вот, очень глубокая интеграция в жизнь, повседневную жизнь, там, любого человека. Вот это, наверное, четвертый тренд большой, вот. Есть, конечно, еще какие-то, наверное, я могу назвать еще, там, штук 5-6 каких-то таких тенденций, но вот четыре основные я, наверное, старался озвучить. Большое спасибо. Если поговорить об ограничениях, какое, на ваш взгляд, ключевое препятствие для массового перехода на здравоохранение на цифровые рельсы не в законодательном плане, а именно в экономической плоскости? Ну, вот, просто украли, да, так сказать, есть законодательные ограничения, но, коль уж о них говорить нельзя, но, вы знаете, это, на самом деле, очень непростой вопрос, я бы на него, наверное, ответил, вот, какой мне, там, первый простой ответ. Я не вижу таких фундаментальных ограничений. Мы сами инвестируем в медицину, и мы верим в эту историю. Если бы мы не видели экономического успеха, причем не только локально в России, а в мире, мы бы, наверное, этим не занимались. Но если вот попытаться чуть-чуть там как-то проанализировать, там, все-таки какие-то ограничения найти, ну, очевидно, что есть фундаментальная проблема, связанная с тем, что, там, медицина становится страховой медициной. И у нас через систему ОМС-ДМС и в мире, разумеется, и там, в развивающихся странах. И, конечно, страховые компании, ну, их основная задача – собрать премию, а затем оптимизировать курс лечения. То есть донести до них целесообразность нового метода, там, не опробовавший себя, нетрадиционно, это сложная задача. Потому что страховой бизнес по умолчанию очень консервативный, еще более консервативный, чем банковский. А фактически он очень сильно давлеет и влияет на тем, какие методы применяются в медицине. У нас в стране, может быть, в меньшей степени пока еще, но, безусловно, там, их влияние будет расти. Это 100%. При этом, насколько страховая заинтересована в том, чтобы мы заменили условно рентгенолога сервисом обработки изображений – сложный вопрос. Ну, как бы сложный вопрос. Будет ли это влиять на экономику страховки, страхового пакета? Сложный вопрос, понимаете? Это как бы не очевидно. То, что это влияет на экономику пациента, да, на экономику клиники, да. На страховую, как бы, здесь уже, как бы, дваступенчатая, получается, иерархия. И вот это, я считаю, ну, такое, даже не то, что ограничение. Это просто задача, с которой нужно работать системно. Понимаешь, что страховое – это стейкхолдер на этом рынке. Что еще из экономики? Ну, безусловно, даже достаточно простые решения. Вообще медицина – очень дорогая отрасль. Она дорогая настолько же, насколько космос или, там, ядерная энергетика. Она очень дорогая. И изделия, и, безусловно, лекарства, и, на самом деле, программное обеспечение, цифра тоже дорогая. Почему? Потому что другие циклы внедрения, потому что очень много требований, связанных с тем, чтобы создаваемое цифровое средство не могло широко применяться. И поэтому, проходя весь этот путь длинный, ты по-любому тратишь больше денег, чем тратит какой-то стилистический стартап, который занимается, я не знаю, там, в аграрном бизнесе работает. И это важно, это влияет. То есть цикл инвестиционного дольше, денег нужно больше. А, безусловно, в нашей стране, да и не только в нашей, да, таких вот специфических, венчурных, но при этом длинных денег очень мало. То есть дефицит ресурса колоссальный. Это существенное ограничение, и я вроде как говорю о том, что мы активные инвесторы, и я знаю, еще там 2-3 фонда, которые достаточно активно на этом рынке работают. Что такое, допустим, даже 5 инвесторов крупных, которые работают в цифровой медицине? Это то же самое, что 0, ну, по-честному. Их должно быть 50, их 5. Вот важное ограничение. Ну, и, наверное, третье, вот что бы я сказал, конечно, есть достаточно серьезное сопротивление, скажем так, комьюнити лечебного к новым методам. Потому что ведь зачастую новые методы, они меняют очень сильно модель работы врача. Не только врача, лечебного учреждения, главного врача. И, конечно, есть противодействие некоторое вот к внедрению. И это все очень сильно сказывается на экономике. Сколько раз использовали твое изделие, сколько раз использовали твое устройство, сколько раз там нажали на кнопку. Если меньше, чем плановое, ну, как бы уже экономика перестает биться. И это тоже некоторая такая наша боль. Хотя мы видим, как отношения меняются, как меняется настроение врачей. И постепенно, конечно, вот это ограничение, оно не то что... Ну, скорее становится, скажем, слабее. И оно, наверное, как раз переходит из такой социально-экономической плоскости. Наверное, все-таки в плоскость, наверное, действительно больше такую политическую, регуляторную. Я бы так сказал. Спасибо. Какое ваше мнение насчет того, каковы возможные пути развития государственного и частного секторов медицины, когда они разойдутся окончательно, и от чего это зависит? Ну, это хороший вопрос. Безусловно, на него есть фундаментальный ответ. Это зависит от позиции А – регулятора, Б – платежеспособного спроса. У нас частная медицина, мы же говорим про частную медицину. Ну, опять же, не только у нас, да. В принципе, в мире частная медицина, она востребована очень узким сегментом населения. Причем по очень узкому сегменту, скажем так, либо нозологии болезни, либо операции, ну, манипуляции. Поэтому вот эти две вещи, они там фундаментально влияют на то, каким образом происходит цифровизация в частном секторе. Частный сектор, он зачастую в плане внедрения инновационных решений оказывается даже более консервативным, чем государственным, именно потому, что он очень небольшой локальный, ну, то есть он намного меньше государственного, намного меньше. А с другой стороны, он обслуживает очень специфическую клиентуру, да, которая все-таки требует такого индивидуального и человеческого подхода. Ну, я имею в виду такого персонал-тач, да. Это точно не про роботов, это точно не про цифру, то есть это точно не про телемед в частной медицине. А вот в государственной как раз наоборот. Поскольку, как я уже говорил, там, упоминал, что государственная медицина, это медицина, которая там нуждается в оптимизации, нуждается в удешевлении там всего процесса наблюдения, лечения и так далее, она как раз очень склонна к тому, чтобы, ну, по крайней мере, пытаться внедрять новые методы, там, цифровые методы. Ну, а что касается того, разойдутся или нет, я бы вообще вопрос так не ставил, да, конечно, законы жанра очень разные, действительно. Частная медицина и государственная живут по разным правилам, но с точки зрения потребления продуктов, да, как я уже сказал, в частную медицину продавать сложнее, внедрять сложнее, но все то, что стоит после внедрения эксплуатации, я бы не сказал, что есть фундаментальные различия, профиль врача, профиль, там, главного врача, в принципе, они очень сильно совпадают. Да, и наши портфельные компании, и компании из нашего пайплайна, с которыми мы только планируем проинвестировать, мы видим, как они успешно работают и там, и там, и я не скажу, что это требует каких-то разных компетенций. В принципе, нет. Если ты умеешь продавать в частную, ты научишься продавать в государственную. Умеешь продавать в государственную, научишься продавать в частную. То есть это такие незаимоисключающие вещи, а наоборот, ну, скорее, взаимодополняющие, для проекта взаимодополняющие. Надо уметь работать и там, и там. Хотя, безусловно, в реалиях России, постсоветского пространства, конечно, любой проект, любой стартап, который пытается работать только с частной медициной, на мой взгляд, обречен на провал. Очень маленький рынок, много скепсиса, большая конкуренция, ну, и так далее, и так далее. Очень интересно. Спасибо большое. Хотелось бы также обсудить такой вопрос. На ваш взгляд, какие самые успешные кейсы именно цифровизации медицины, возвращаясь к этому вопросу, к этой теме в целом? Расскажите, пожалуйста, может, о каком-то своем опыте коллег, каких результатов, какого повышения показателей удалось достигнуть, вот в целом, как вы оцениваете? Ну, тут, конечно, много таких вещей, а спорных, б, коммерческой, ну, как бы, такой конфиденциальной коммерческой информации, но я могу рассказать очень яркий, на мой взгляд, кейс, и вообще, ну, даже в мировом масштабе очень крутой. В прошлом году в Москве начался, а в этом году продолжается, большой эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в радиологию. Какой был принцип в этом эксперименте? И, там, кинули клич, приходите, все компании, все команды, которые занимаются, там, цифровкой медицинских изображений, вот, их интерпретации, любые, из России, из Штатов, из Израиля, вот, абсолютно, там, равные условия. Пришло очень много команд, и дальше им были поставлены задачи, начиная от, скажем так, подготовки ТЗ, до, там, внедрения и, там, фактической обработки медицинских снимков. И возник такой батл, да, то есть пришло реально очень много команд, и наших, и зарубежных, кто-то отвалился на ранних условиях, на ранних стадиях, кто-то не смог, там, принять, там, те жесткие условия, которые выдвигает московский тип здрав, и правильно делает, кто-то не смог физически проинтервьюироваться с московским департаментом информационной технологии, то есть это тоже показатель, ну, и так далее, и так далее. И вот, и при этом условия реально были очень равные, очень честные, очень прозрачные. И за счет этого, во-первых, ну, на самом деле, мы получили, в принципе, в мире уникальный эксперимент по обработке огромного количества медицинских изображений, большим количеством лидирующих команд, и мы сумели, во-первых, разобраться в том, кто лучше, кто слабее, какие технологии применимее, какие технологии, там, наверное, не столь актуальны, это первое. А второе, мы увидели, как реально влияет надеяние искусственного интеллекта на, там, конкретную сферу радиологии. То мы увидели, что, на самом деле, с точки зрения, там, второго мнения или системы поддержки принятия врачебных решений, это уже сейчас значимый инструмент. Ну, вот о чем я говорю. Например, возьмем, ну, там, на самом деле радиолога, который должен распознать онкологию, и он там должен обработать в день некоторое количество снимков, там, 10 или 20 или 100, ну, 100, конечно, нет. И представляете себе ситуацию, при которой он обрабатывает только те снимки, которые искусственный интеллект ему подсветил, подсказал, что вот здесь будет какое-то, вот, вот, вот есть какое-то нарушение, есть там в тканях что-то. А эти снимки точно другие, да, не нужно смотреть, там точно ничего нет. Повышается, во-первых, снижается, снижается нагрузка на радиолога, повышается его эффективная занятость, потому что он работает только с риск-кейсами. Во-вторых, радикально повышается, ну, то есть на десятки процентов точность скрининга в выявлении, потому что, очевидно, человек может пропустить. То есть, вот, для робота понятно, что здесь что-то есть, ну, какое-то непонятное-то, вот, опухоль или нет, но вот что-то есть, а врач может не заметить. А когда ему подсветили, подсказали и маркером ввели, он посмотрит, скажет, а, да, точно, это онкология, все, срочно, там, на биописи. Или скажет, да нет, нет, это, там, помутнение, еще что-то, там, не знаю, человек антибиотики принимает, это точно нет. И это уже сейчас работает, а работает в Москве физически. То есть, обработано сотни тысяч снимков, только что точно цифру не скажу. И, на самом деле, в ряде, там, отраслей, КТ, МРТ, маммография, это вот уже сейчас, в принципе, такой, ну, в общем, постоянно действующий метод обработки медицинских изображений. Вот, пожалуйста, этот кейс, который мы в нем сегодня живем, он очень полезный не для медицинской отрасли, он очень полезный для технорей, для программистов, потому что они в бою испытывают свои, знаете, не на закрытых выборках, а в бою на реальных пациентах, на реальных снимках. Вот, он очень полезен для инвесторов, потому что мы можем понять нефтьюрия на практике, как это работает, как на этом зарабатывать, чем это полезно, там, клиенту, ну, там, клиент, то ли это Депздрав, то ли это конкретно клиника, больница, чем лучше тот или иной проект. И это вот очень, на самом деле, вещь очень, ну, значимая. И, более того, я вам так скажу, что за этим экспериментом, это не локальная история, за ним смотрят и большая фарма, за ним смотрят глобальные производители медицинской техники, типа там, Филипса, Симонса и так далее, и так далее. То есть это очень большое событие, и там большое спасибо, там, московской мэрии, что она эту историю придумала вообще и организовала, потому что это, ну, звучит, знаете, это звучит как хакатон, ну, хакатон, вот, внедренный в самую-самую консервативную отрасль. Это очень классный кейс, о котором я бы рассказал. Ну, второй кейс, который, наверное, имеет смысл упомянуть, такой довольно интересный, есть такая тема РВЕ, это обработка рутинной клинической практики, когда просто за счет анализа того, как пациенты применяли, принимали таблетки или применяли ту или иную схему лечения, можно фактически отказаться от, там, последней, четвертой стадии клинических исследований, то есть на добровольцах, анализировать ретроспективно, как уже, ну, живые люди, живые клиенты, там, ну, больные пациенты реагировали на ту или иную схему лечения. На самом деле это, ну, колоссальное событие, есть ряд, там, проектов, стартапов, которые помогают большой фарме оптимизировать этот процесс, его, там, автоматизировать, его сделать его цифровым, но на самом деле мы что имеем? Мы имеем ситуацию, при которой радикально удешевляется разработка новых медпрепаратов, она становится намного быстрее и при этом намного достовернее, то есть это, на самом деле, удивительная вещь, мы физически живем сейчас в этой реальности, FDA, американский регулятор, начал пару лет назад принимать данные, вот такое вот исследование рутинно-клинической практики, там, РВЕ, РВД, и на самом деле это сильно меняет вообще глобальную картину фармакопии, вот просто с ног на голову. Мы тоже внимательно смотрим эту отрасль, планируем, если получится, там, проинвестировать в один российский проект, в один, может быть, два, которые в этой отрасли работают, и вот это абсолютно конкретный кейс, который можно прям пощупать или почитать. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, об опыте компании Камуфлоу, какие задачи, цели стояли при основании, какие достижения вы бы назвали, как, наверное, главные, и какие цели ставите себе на круглосрочные перспективы будущей? Мы же российский бизнес, мы же российский бизнес, то, что мы, в принципе, уцелели, вот спустя все эти, вот это было на достижение, что я с вами сейчас общаюсь, Мария, что вы такое говорите, вот какие достижения у российского бизнеса, ну, живые, спасибо, вот, это я шучу, конечно, нет, у нас все хорошо. Смотрите, да, мы как инвесторы, понимаете, в чем парадокс, инвестор, венчурный инвестор в России, это как бы больше, чем инвестор, потому что он должен играть сразу 10 ролей, он, наверное, акселераторы, инкубаторы, партнеры, стратег, в общем, все там в одном флаконе. И нам кажется, что вот мы почти 10 лет на рынке, нам кажется, что мы вот какое-то время назад наконец помнили, ощутили, как все это, вот как нужно себя вести. То же самое главное, как ты ведешь с проектом, в который ты инвестируешь. И у нас получается вот каким-то образом создавать вот эту химию с нашими портфельными компаниями или с компаниями, с которыми мы только общаемся на счет сделок. И мне кажется, это вот наше большое отличительное преимущество, конкурентное преимущество, и его очень сложно воспроизвести, потому что это зависит от какой-то, не люблю этот термин, но какой-то, знаете, корпоративной ДНК, от какой-то бизнес-культуры, такой очень тонкий элемент, тонкий соус, да, как говорят, магический соус, который, ну, его нельзя клонировать и просто пересадить в соседний офис. Но что касается конкретно нашей работы с медициной, вы знаете, мы всегда говорили про себя, что мы индустриагностик, мы смотрим все вертикали, все рынки, и можем очень быстро перестраиваться. Сегодня мы занимаемся энергетикой, завтра мы занимаемся клиентех, после завтра мы занимаемся транспортом, сегодня мы занимаемся медициной. И вот как раз медицина ровно так и произошло. Мы просто начали изучать определенные инновационные возможности и увидели, что на самом деле это парадоксально, в России действительно очень мало инвесторов и инвестиций в медицинской отрасли. Ну, я говорю конкретно про инновационные технологические проекты, цифровые или железные, но новые проекты. Не говорю про клиники и про фарму. И нам показалось, что эту нишу нужно занимать, мы достаточно активно на нее ворвались, мы достаточно новый инвестор, но при этом и наш текущий портфель, наш пайплайн, они достаточно такие массивные, сильные. И нам кажется, что в течение года-двух, то есть очень короткий срок, мы там сформируем, в общем, такую довольно большую историю и в меру своих скромных сил и возможностей поменяем ландшафт, да, и мне кажется, это хороший пример того, как должен работать любой венчурный фонд, венчурный инвестор, бизнес-ангел, кто угодно. Особенно на таких, в общем, незрелых и слабых рынках, как Россия, да, потому что венчурный рынок России он очень слабый, ну, все это знают, об этом только ленивый не говорит. А слабый он почему? Мало команд, мало фондов, и если будет больше команды, больше фондов, которые будут такие проактивные, веселые, бодрые, прям будет, ну, здорово. Хорошо, Евгений, огромное вам спасибо, что приехали к нам, спасибо за интервью. Спасибо. Желаем вас всех. Спасибо, спасибо, Мария. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.